Продолжение следует... Разумеется, по старинке мнения народа вожди спрашивать не стали. Елбасы, например, на протяжении нескольких лет пудрил мозги людям, туманно обрисовывая прелести будущего объединения. Однако о том, что пульт управления союзом будет находиться в Кремле, тактично промолчал. Что такое Евразийский союз? Это в первую очередь общие границы, это общий парламент евразийский, который будет управляться из Москвы. Это наднациональные органы, это в первую очередь возрождение Советского Союза. Мы и так видим эту ситуацию. То есть все будет дислоцироваться, все решения будут приниматься в Москве. За что боролись, на то и напоролись. 20-летняя независимость Казахстана от соседней России с боем курантов в ночь на 1 января следующего года превратится в откровенный пшик. Членство в Евразийском Союзе сулит перспективу абсолютного подчинения. Да и о равноправии в этом объединении речь, пожалуй, не идет. Противники интеграции уверяют, что Владимир Путин уже взял под свой контроль все стратегически важные объекты и отрасли Казахстана. Вопросы, которые напрямую касаются суверенитета и независимости, общая мировая практика, эти вопросы решаются однозначно путем референдума. Взять, к примеру, Европейский Союз, вы знаете, что все 28 стран-участников этой межгосударственной структуры вступали в эту организацию исключительно в результате народного волеизъявления под названием референдум. Однако референдумы – это неотъемлемый атрибут демократических государств. Как бы виртуозно не врал Елбасы о народной власти в стране, на деле это диктаторская республика, где решения принимаются только Назарбаевым. Та же участь, безусловно, постигла и резолюцию о вступлении в Евразийский Союз. И не беда для отца казахстанского народа то, что его люди сполна охлебнули горечи от вхождения в таможенный союз. А это повышение цен на продукты питания, автомобили и топливный кризис. Новая же совместная прихоть Назарбаева, Путина и Лукашенко поставит Казахстан в еще более неудобную и унизительную позу. Гораздо выгоднее и приоритетнее, казалось бы, вступить сейчас в ВТО. Ставить вот эти 110 государств и торговлю с ними против, скажем, стройственного союза с Белоруссией и Россией, будущность которых тоже, опять же, под вопросом в связи с последними событиями, мы видим, что буквально за один день экономика России сильно просела. И сегодня речь идет о том, что может начаться полноценная рецессия со всеми выходящими последствиями. И быть заложниками иррациональной политики Путина, который, мне кажется, сегодня, ну как международные эксперты говорят, потерял связь с реальностью, ну это было бы самоубийственным шагом. Вопреки желанию Назарбаева, в Казахстане все же есть люди, готовые бороться за лучшее будущее, нежели откатиться в далекое прошлое и стать опять безвольными марионетками. Поэтому 12 апреля общественные активисты решили провести в республике антиевразийский референдум.